Я надеюсь мы в эфире. Сегодня у нас 6 сентября. Это передача Саша что ты несешь. Мы в прямом эфире. Эфир проведу я, Федор Павличенко и Алексей Жуков. Вот другого Саши у меня для вас нет. Алексей, что у нас там сегодня такого произошло? А я пока предложу вам поставить лайки, подписаться и оставлять комментарии, подсказывать нам темы для обсуждения. У нас работает чат. Еще раз напомним, мы в прямом эфире. У нас произошло не только сегодня, но и вчера. Начнем мы с рубрики, которая одно время была постоянной. Это криминальная хроника. И были вынесены приговоры. К сожалению, опять огромные сроки. Вчера Юрий Зинкович получил 11 лет за так называемый заговор о покушении на Лукашенко. Александр Федута и Григорий Костусев осуждены на 10 лет. Сегодня череда приговоров продолжилась. И были вынесены приговоры по делу Марфы Рабковой. Она получила 15 лет, по-моему. И другие люди, которые проходили по этому делу, тоже получили очень большие сроки. Да, я просто напомню, что там не только Марфа была, а вот где-то у меня была выписана. Представляете, история в том, что так много у нас людей попадает в тюрьмы, по большому счету ни за что. И просто в голове невозможно уже удержать все эти фамилии. Представляете, мне не с чем это сравнить. Да, вот. Александр Францкевич получил 17 лет лишения свободы. Ахикира Гаевский-Ханада 16, Алексей Головко 12, Павел Шпетный, Никита Дранец, Александр Козлянко и Андрей Чепюк по 6 лет. Андрей Марыч и Даниил Чуль по 5. Вот сколько человек-то, боже мой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и Марфа 10. И все они кто? Они там то ли анархисты, они же. Ну, то есть уже по большому счету неважно, просто людям... В любом случае, все то, что известно об их действиях, ни в коем случае не тянет на такие приговоры, если вообще на какие-то приговоры тянет. Они такие сталинские приговоры. В лучших традициях сталинизма. Ну, только что не расстреливают пока. Да, и вот на фоне вот таких вот приговоров Александр Лукашенко сегодня провел совещание, на котором шла речь об амнистии. Слушай, я тебя перебью по поводу, давай мы пока не будем трогать амнистию, еще минута. Там просто действительно пару, если можно так сказать, забавных моментов. Во-первых, Зинкович, я напомню, он пошел на сделку со следствием, сотрудничал и получил больше всех. Там на самом деле все очень просто объясняется. Он действительно получил в соответствии с сделкой, получил по одной из статей 6 лет половину от максимального срока. Но у него было еще 3 статьи, за которые одну он получил 6 лет, а еще за 2 статьи по 3,5. В итоге частичным сложением и частичным поглощением ему насчитали 1 сайт. А, ну тогда все нормально. Не, ну как бы это в том смысле, если кто-то удивился, что несмотря на то, что он пошел на сделку со следствием, приговор составил 11 лет. Вот так вот это на самом деле объясняется. А на оглашение приговора Рабковой и вот этим ребятам, анархистам, были задержаны, опять были задержаны правозащитники. И еще говорят, ну то ли задержаны, то ли не задержаны, это вот прямо сейчас выясняется, дипломатические работники. Я вот как бы, это вот как оно? Это типа, занималась группа какая-то силовиков этими анархистами Рабковой, занималась, занималась, да. Вот вынесли приговор, и они такие освободились, ну чем заняться? Ну давай мы этих еще наберем. Ну да, я, честно говоря, совершенно не понимаю, в чем состоит смысл вот этого действия, этих задержаний, вообще той ситуации, которая была перед судом, когда там были какие-то тихари, пишут, они смотрели, кто что говорит, куда идет, ну как-то это уже... Ну как будто никогда такого не было, и вот опять. Ладно, так что у нас о амнистии? Так вот, приговоры жестокие, а Александр Лукашенко провел совещание, на котором шла речь об амнистии. Причем еще 1 сентября, когда он ввел вот этот вот 4-часовой, так называемый, открытый урок, он сказал, что где-то к 17 сентября будет какое-то решение победу. Ну и, конечно, одной из таких первых мыслей, наверное, было то, что это решение будет каким-то образом касаться того, что люди якобы смогут вернуться. Ну, конечно, мало кто, наверное, и поверил, что будет что-то хорошее, но в итоге получилась амнистия. Амнистия, как следует из того, что звучало на сегодняшнем совещании, все-таки планируется примерно такая же, как она происходит к 5-летним юбилеям освобождения Белоруссии немецко-фашистских захватчиков и к 5-летним юбилеям Дня Победы. То есть, просто проводится обычная амнистия. Ну, то есть, мы просто на что обратим внимание здесь? На то, что, как бы, получается вот эта пропаганда лукашенковская, она, как бы, смещает вектор, да? То есть, она, с одной стороны, говорит, мы сейчас будем принимать решения по беглым, как они называют, да, людей, которые вынуждены были от репрессии уехать за границу, и одновременно обсуждают амнистию. И получается, как бы, вот в сознании переплетается, что это как будто будет решение принято по тем людям, которые по политическим статьям находятся в тюрьмах. Но, на самом деле, хрен вам, дорогие друзья, прямо сегодня об этом и сказали. Амнистия вот прямо такого яркого политического характера явно не носит, да? Потому что, как сказал министр внутренних дел Иван Кубраков, будет, опять же, амнистировать, как обычно это делать при таких амнистиях, люди, совершившие не особо тяжкие преступления. Он упомянул, что, может быть, отпустят 95 подростков, которые были осуждены за распространение наркотиков, за незаконный оборот. Ну и также, возможно, отпустят тех, кто сидит за коррупционные преступления, что тоже, кстати говоря, показательно, потому что, как известно, с кадрами проблема. А у нас там сидят 4 довольно-таки талантливых директора сахарных заводов, ну и так далее и тому подобное. Ну, во всяком случае... Но мы же в этом причина? Нет, конечно же, причина не в этом. То есть, ну, просто, наверное, нужно что-то сделать ко дню единства, чтобы он звучал как-то более-менее... Подсластись, как говорится. Да, подсластись. Но, тем не менее, политические решения все-таки в рамках амнистии будет. Про это говорил и сам Лукашенко. Правда, он сказал, что никаких бандитов и экстремистов настоящих отпускать не надо. Но потом уже после этого генеральный прокурор Андрей Швет сказал, что, возможно, будут отпущены те, кто сидит под так называемым экстремистским статьям или протестным статьям. Но это будут те, кто раскаялся и те, кто написал прошение помилования. Вот это вот очень странный момент. Потому что амнистия – это как бы добрая воля наказывающего, который прощает, отпускает. А прошение помилования – это, наоборот, обращение с ходатайством к тому, кто наказывает. В данном случае у нас помилование идет через Александра Лукашенко. И, соответственно, они его должны просить о том, чтобы он их простил и заменял на наказание. Все-таки, получается, Швет о чем говорит? То есть просто вот на эти нестыковки в сегодняшних цитатах, давай обратим внимание, он говорит, что политических будут освобождать какую-то часть. Заявили они об этом. Типа прокуратура была против, прямо костьми лег Швет, но ничего не смог сделать против миролюбия и доброжелательности Александра Лукашенко. Вот его прямо, знаешь, такое библейское человеколюбие. И, значит, будут отпускать. И для этого они должны написать ходатайство о помиловании, да, на имя Лукашенко. И я так понимаю, что именно Лукашенко будет принимать. Ну, то есть вот из этих слов выходит, что именно Лукашенко будет принимать решение о помиловании, о том, чтобы этих людей отпустить. При этом, я не понимаю, при чем есть амнистия. То есть амнистия это же закон, ну, если в нормальном государстве закон принимается, он там проходит всю процедуру. Ну, и по каким-то критериям, если человек попадает в эти критерии, ну, тогда, значит, отпускают. А то у нас получается, знаешь, вот как мне нравятся эти критерии, вот, типа, Карпенков или Озаренок одобряет, значит, отпускает человека. Не одобряет, значит, не отпускает. Ну, смотри, тут можно предположить, что просто-напросто хотят все-таки, может быть, отпустить какую-то часть политических заключенных, но нужен критерий отбора их, кого добавить в закон. Прям в закон они так и пропишут, думаешь, вот это... Ну, возможно, да. Возможно, могут прописать обратившиеся с ходатайством о помиловании. То есть они как бы подойдут ходатайству, но ходатайство, это, например, не будет рассматриваться по существу комиссией о помиловании и тем более передаваться на уровень Лукашенко. Ну, хорошо, вот ты погрузился в это все хитросплетение, знаешь, этой лукашенковской бюрократии, законотворчества и прочего, и прочего. Сколько, на твой взгляд, отпустят политических? Ну, потому что у меня все остальное, на самом деле, приватное. Я не думаю, что на самом деле там будет большое количество людей, да, но мы можем взять за основу то, что и существуют в списке, которые готовил господин Воскресенский. Кстати, он сам же еще под следствием. Да, ну, амнистировать человека, которому не вынесен переговор, по-моему, нельзя. Серьезно? По-моему, да. То есть амнистия и как помилование. То есть Протасевича и Воскресенского это не касается? Возможно, да. Но я небольшой специалист в юриспруденции, поэтому я не буду прям вот настаивать на этом, но, по-моему, это так. Так вот, там есть 200, по-моему, или 300 человек в этих списках, и вот можно предположить, что их отпустят. Если они, конечно, еще не отсидели свои сроки и не вышли на свободу. Слушай, а вот ты не помнишь, возможно ли такое, что, допустим, Лукашенко примет решение не наказывать по статьям вот этим вот за массовые беспорядки, да, по которым там десятки тысяч людей прошли, ну, им сейчас уже в плечи начинают уже уголовочку, находят людей через два года, сажают. Там же вообще даже речи об этом не было. То есть уже только те, кого судили и написал прошение. Нет, об этом не идет, и мне кажется, что вообще, в принципе, да, для того, чтобы не продолжать разыскивать участников этих демонстраций и импотаций их сажать, достаточно вообще какого-нибудь устного, да, негласного распоряжения Лукашенко. Да, и выпустить тоже, знаешь. Да, да. И если он хочет попиариться, то он может сказать, что вот все, я всех прощаю, мы уже всех посадили, больше никого сажать не будем, да. И называть это мистей, оформлять в качестве закона нет никакой необходимости. Ну, какое-то странное решение, потому что, ну, взял и отпустил. Вот кто мешал отпустить Екатерину Андрееву, который срок прям вот буквально на днях закончился, да, ее коллега вышла на свободу, а Андреевой в плечи еще там зарядили сколько там лет, я уже даже опять запутался, 8 лет или сколько. Ну, и опять же, приговоры не дают, не оставляют никаких иллюзий, вынесенные вчера и сегодня, о том, что насчет того, что что-то может измениться принципиально. Ну, вы сегодня много шутили, почему у нас такой акт доброй воли случился, а на твой взгляд это что? Зачем это делается? Ну, опять же, я уже говорил, что у нас день народного единства, нужно что-то к этому празднику приурочивать и продемонстрировать единство. Ну, пожалуйста, вот это какое-то, знаешь, такое объяснение. Я очень, я знаю, я просто признаюсь, Алексей такой формалист, вот он как бы говорит, вот смотрите, вот написано там в законе такое, вот такое и такое, или там традиционно к большому какому-нибудь празднику принимается постановление, закон об амнистии. Ну, ну, ерунда какая-то. Ну, у меня нет идей, почему решили вдруг провести амнистию. Потому что то, что говорят о ней... Ну, хорошо, давай набросим конспирологию. Что могло случиться? Ну, если совсем рассматривать конспирологию, то выпуск любого количества политзаключенных это повод для того, чтобы поговорить с Евросоюзом о санкциях и вообще о геополитическом положении Беларуси. А когда Евросоюз сейчас сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, Россия, например, перестает поставлять туда газ, перестает поставлять туда нефть, там будут санкции, ну, как бы мы же уже неоднократно это делали, то почему бы мы можем не попробовать и не поиграть вот на этом поле? А вдруг что-нибудь выгорит? Вот ты все-таки деликатный человек. А вот просто сказать, что бабки закончились и надо уже что-то решать. Такой версии нет? Ну, в принципе, скажем так, господин Головченко, Снапков и все остальные говорят, что у нас все замечательно, огромный экспорт, мы просто лучше все. Поэтому мы выпускаем политзаключенных. Поэтому вот как бы версия с тем, что деньги закончились, она как-то, ну, не... Знаешь что, я вспоминаю, вот я думаю, когда еще Лукашенко был такой грозный, и прямо вот мы этих негодяев, там, вот они, если они не осознали, то мы их никуда не отпустим. Это же было то же самое в 2011 году, да? Причем они, ну, как бы было очевидно, что идет торг с Евросоюзом, политзаключенным, что вот их если отпустят, то как бы Евросоюз примет более... Ну, немножко пойдет на попятную и даст дышать в этой диктатуре. И этих политзаключенных... Вот, нет Александра сегодня, я думаю, что мы еще будем говорить об этих всех вещах в других эфирах. Его чуть ли не за шею вытолкали из зоны, потому что, ну, как бы, вот надо принять дан... Прямо сейчас нужно совершить какой-то акт доброй воли. Ну, и поэтому взяли и выкинули. Я не вижу вообще причины, почему сейчас конкретно нужно проводить эту амнистию. Вот у меня нет объяснения. Возможно, мы чего-то не знаем, и это то объяснение, которое от нас сейчас скрыто. Потому что у меня рациональное объяснение, зачем Лукашенко идет на амнистию, а еще посмотрим, кого он отпустит. Это тоже интересно, потому что если отпустят действительно людей, которые, ну, не знаю, там, сток сена размалевали тараканом, ну, как бы, да, это, конечно, колоссальные преступники, но не до такой же степени, чтобы сидеть в триговоре. Но они, по-моему, уже вышли. Ну, неважно. Я говорю, что они вышли, да, но там таких преступлений было просто миллион, там, десятки тысяч сидят. А если... Ну, вот, да, кстати, у меня по этому вопрос. А коснется ли это каких-нибудь знаковых людей? Ну, мне кажется, что знаковых людей только что посадили на 10 с лишним лет. Поэтому как бы не выпустишь же ты их через два дня после того, что приговор вынес. Ну, то есть, такого благородства от Александра Лукашенко ждать не стоит. Нет, ну, это бы означало полный разворот политики. А по нему не похоже, что он собирается каким-то образом мириться со всем миром, разворачиваться каким-то местом к России, менять политику и так далее, и все остальное. Ну, ну, слушай, а вот действительно это должно быть связано, вот, на твой взгляд, именно разворот к миру, значит, отворот от России, либо, может быть, есть какой-то политический цикл, знаешь, вот как бы Россия подходит к 24-му году. Будет там какой-то у них там транзит, не транзит, но какой-то движ внутренний уже на фоне внешнего, на фоне этой войны. Может быть, как-то Александр Лукашенко нашел. Ну, смотри, мне кажется, что все-таки, как-то сказать, вот этот вот коридор для лавирования, который у него есть в связи со всеми теми геополитическими делами войной в Украине, которые происходят сейчас, он намного уже, чем был в свое время. Ну да. И поэтому можно было бы что-то пытаться куда-то, там, сделать шаг влево, шаг вправо, там, еще что-то в этом роде, но этот шаг вправо не будет расценен настолько, не будет оценен настолько дорого, как это было, например, оценено в 14-м, 15-м году. Ну, в 11-м, 12-м, на самом деле. Я так понимаю, что переговоры начались тогда. Ну и потом, это же все, как бы, были примерно одна история. Да, ну и чтобы мы особо не фантазировали, что у нас начинается очередной этап либерализации, это, конечно, просто смешно, тут же, на этом же совещании, они, эти вот, людьми не поворачивается язык сказать, ну, колдыри, короче, эти, они обсуждали еще лишение гражданства. То есть, на самом деле, было все понятно еще 1-го сентября, когда Лукашенко сказал, что я приму решение по беглым, и по, там, что-то какое-то будет прям знаковое решение 17-го сентября. Было понятно, что они подводят, финализируют закон о гражданстве. То есть, тот самый законопроект, который предполагает возможность лишения, вопреки Конституции, лишения гражданства граждан Беларуси. Ну, тут же не только этот законопроект. В июне был признан на сессии окончательно и подписан, вступив в силу, закон об этом специальном судебном производстве, следственном производстве, который позволяет преследовать тех, кто находится за границей, уносить заочно в отношении их приговоры. И вот как раз-таки эта история с гражданством, мне кажется, это тоже в развитии вот этой всей истории. Ну, там, смотри, с этим гражданством была такая странноватая история. Сначала, если я не ошибаюсь, поправьте, могу ошибиться, то ли в 2020 году они начали вот в этой палате представителей, по-моему, даже наша замечательная Маша Василевич об этом говорила, что они вводят новшество, которое позволяет террористов, там, прямо плохих-плохих людей лишить гражданства, если они это гражданство приобрели. Ну, то есть, как бы, приехали в Беларусь, приобрели гражданство, и если они как-то себя плохо ведут, то их можно из страны выпилить. Ну, как бы, так себе тоже история, ну, ладно, еще куда не шло. А сейчас, буквально в 2021 году, они запустили новую, не прошло ей, там, я не знаю, полгода, да, они запускают новую процедуру, по которой стремятся внести уже принятую, на самом деле, принятую Конституцию, в которой прямо черным по белым написано, что нельзя лишать гражданства человека. То есть, запрещено это прямо в Конституции. Нет, мы примем законопроект, который обойдет этот запрет, и людей можно будет лишить даже тех, у кого гражданство приобретено, ну, не приобретено, а как называется, по праву рождения. Ну, смотри, во-первых, сегодня замглавы администрации Ольга Чуприс уже все объяснила таким, как ты. То есть, я напомню просто, что есть действительно статья 10 Конституции, в которой записано, что никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь, но в той же статье записано, что приобретение и прекращение гражданства определяется законодательством. Вот Ольга Чуприс, она же там доктор юридических наук, преподаватель, она перешла на работу в администрацию, видимо, не просто так, а для того, чтобы придумывать эти объяснения. Она объяснила следующим образом, что если кто-то там уехал за границу, выступает против страны, против Лукашенко, наносит ей какой-то вред, то он уже тем самым самостоятельно как бы отказался от гражданства. И, соответственно, видимо, они полагают, что это не противоречит Конституции, вот этот законопроект, который они там прорабатывают, он как бы лишь зафиксирует то, что уже и так произошло. То есть, еще раз, что не так с людьми, которые выехали за границу? Ну вот, например, давай возьмем Пал Павловича Латушка. Так, возьмем. Вот, он выехал в Польшу, он находится в Польше, является членом Объединенного Переходного Кабинета. Так. А в этом Объединенном Переходном Кабинете он сам официально заявил, это я не придумаю, что он одной из своих задач ставит себе привлечение к ответственности Александра Лукашенко и всех его помогатых. Вот с этим он ездит, в Чехию ездил недавно, там вел переговоры, в том числе поднимал этот вопрос, да, в так называемой универсальной юрисдикции. И вот в понимании Ольги Чуплес, видимо, Пал Павлович Латушка всей своей деятельностью демонстрирует, что он типа не заинтересован в гражданстве Республики Беларусь и как бы действуя против нее, совершая вот эти вот все действия, он отказывается от этого гражданства. Поэтому она... Ну, я все понимаю, да, я просто пытаюсь как-то... Ну, знаешь, всегда хочется хоть какой-то логики, потому что вот когда нет логики, ты просто попадаешь в безвоздушное пространство и как бы не можешь ни на что опереться. Я этой логики все равно не понимаю. Они вообще, ну, до чего они там додумались? Ну, понимаешь, это как, вот, допустим, есть Польша, да, в Польше есть правящая партия оппозиционная, и оппозиционная партия ругает правящую партию. То есть, как бы, что, взять и лишить их всех гражданства? Ну, какая-то такая... Ну, это же все-таки не Польша, это же все-таки Беларусь, и Лукашенковская Беларусь. И там, на самом деле, еще интересно говорил, опять же, тот же министр Кубраков. Он сказал, что есть какие-то условия для этого прекращения. Вот он был более конкретен. Он сказал, что должен быть приговор, вынесенный по экстремической статье за ненанесение вред Республике Беларусь. И сказал, что тем, кого таким образом лишат гражданство, МВД еще собирается запрещать на 30 лет въезд. Блин, я вот все равно, я не понимаю этого. Ну, сделали бы, вот объяснили бы, знаешь как. Вот мы даем право принимать решение по лишению гражданства Грише Азаренко. Вот приходит Гриша, поработал на своем СТВ, пришел в свой любимый задрипанный бар где-нибудь там на окраине Минска, взял бутылку водки, выпил, в разговоре со слушателями благодарными услышал несколько фамилий, такой, все, сегодня, типа, вычеркиваем из гражданства вот этих. Типа, проснулся утром, такой, блин, ну вот это, наверное, зря я, вот это все-таки парень неплохой, вот ходит, бутылки собирает по району, давай-ка я его обратно верну в гражданство. Вот, блин, ну куда вы, ну правда, ну где логика? Ну, логики, конечно же, никакой нет. Еще, кстати, вот про 30 лет, ну я не знаю, они что, собираются прожить 30 лет? Ну, они собираются, понимаешь, а зачем нам нужно Всебелорусское народное собрание? Это для того, чтобы перестраховать себя, вот этот коллективный Лукашенко, про который вы говорили, помнишь, если Лукашенко обычно и взорвется, то вступит в силу какой-то коллективный Лукашенко, состоящий из Совета безопасности, да? Вот тут точно так же. Я бы уже хотел знать, чтобы у нас настоящие террористы появились. Вот просто, знаешь, такие вот, прям как Кубраков их описывает, такие кровожадные экстремисты, которых они там составили, сто пятьсот человек, чтобы они просто взяли уже свои эти кровожадные ножи, там, не знаю, базуки, да, и пришли к Кубракову. Поэтому, конечно, и вот, знаешь, я просто представляю, как себе такие террористы, руки по локоть в крови, они такие, приходят в белорусское посольство, спрашивают, можно нам въехать в Белорусскую? Не, у вас, говорит, еще двадцать. Еще двадцать четыре года, извините, подождите. Ну, это на самом деле еще напоминает вот это, знаешь, когда, там, допустим, пара рассводится, расстается, да, то кто-то из этой пары начинает в фотографиях рвать, их, да, чтобы выкинуть этого человека, там, вычеркивать в телефонах, и вот тут вот тоже вот какое-то желание такое же вычеркнуть, так, ну ладно, гражданство лишили, так еще и на тридцать лет запретить въезд. А то неудай бог же просочиться. Ну, не знаю, что там они еще? А, про карту Павляка же они сегодня еще разговаривали. Да, 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 и еще Александр Лукашенко, это тоже замечательная такая фраза была, он сказал, что есть вопросы еще и к тем гражданам, которые получили карту Павляка. Вот они это искренне получили, они заблудшие овцы, или у них какая-то ориентация не та, или они граждане Республики Беларусь. Это же касается всех тех, кто имеет ВНЖ и прочее, прочее. Ну, это на самом деле вещь, которая связана с теми же изменениями, которые они всунули в закон о госслужащих и в Конституцию, о том, что люди, которые имеют зарубежные виды нажительства, не могут идти на госслужбу и не могут претендовать на роль президента. Ну, они же рисовали это из российских новелл. Они там, по-моему, в начале 20-го года эту Конституцию себе перерисовали в России, и там появились нормы, запрещающие в случае наличия ВНЖ занимать какие-то посты. Ну, и самое главное, что так как это все выяснить невозможно, Кубраков предложил, чтобы белорусов обязать самим докладывать в милицию о том, что у них был ВНЖ или еще что-нибудь. Вот реально, это та самая пословица, смешные дети у крестьян. Вот Кубраков ничего лучше, знаешь, такой думали, ну, как бы нам их вычленить, с нами же никто не разговаривает. Ну, ты там отправляешь куда-то запросы, тебя посылают там на три буквы сразу же сходу. Он такой, а давайте мы сделаем, пускай они сами придут. И там еще забавное было, потому что во время совещания, если верить вот пресс-службе Лукашенко, Кубраков сказал, что как бы эту норму нужно ввести, но ответственность за нее пока не видим смысла предусматривать. А потом он уже давал интервью Белта после совещания, и там уже сказал, при необходимости мы можем рассмотреть введение ответственности за это. То есть получил руководящее указание, что нельзя так. Я просто Иван, как и Батькович Кубраков, расскажу ему историю про то, что куча белорусов, которые, может быть, и не участвовали ни в чем, уехали за границу в поисках лучшей жизни, есть такая экономическая эмиграция в том числе, и они просто годами пытаются отказаться от белорусского гражданства, за это еще нужно заплатить 500 евро, кучу бумажек каких-то собрать. Вот, Иван, знаете что, я прямо вижу тут коррупционную составляющую. Вы просто скажите, мы вас признаем экстремистами за 200 евро. И сразу вам все решение проблемы. Кстати, он сказал сегодня на совещании, что 587 заявлений было подано за последние 5 лет на выход из гражданства. Ну вот, видишь, потому что сложно. У меня знакомые выходили, и дорого, и сложно, и ты должен реально потратить время. А еще, знаешь, как белорусские чиновники, особенно в посольствах, это одни из самых мерзопакостных тварей, поэтому, ну, не очень приятно. А представляешь, если они начнут вот с этим гражданством поступать точно так же, как они поступают с комментариями, да? Как? Ну, заводить уголовные дела экстремистские за комментарии. Вот ты, например, выехал куда-то за границу, там живешь уже лет 10, да, и не можешь отказаться от белорусского гражданства, вдруг тебе-то надо, да? А, залазишь и комментарии. Все во всех этих самых на тебя заводят дело, лишают, что ты бесплатно. Да, Иван Кобраков, молодец. Что у нас еще было сегодня? А, вот, кстати, куча же людей в Беларуси живет, ну, сейчас объясню, что я имею в виду, со вторым паспортом, да, со вторым гражданством, и в белорусское законодательство не запрещает иметь два гражданства. Причем речь не о, я разбирался в этом вопросе, речь не о двойном гражданстве, то есть Беларусь не признает двойного гражданства. Но если ты, допустим, гражданин США, Израиля, Польши, то, ну, как бы, ну, и хорошо. Ну, она просто не признает второй гражданство. Да, но и не запрещает. Да, и не запрещает. То есть ты можешь иметь два паспорта, находясь в Беларуси, условно, и являясь гражданином, ты соблюдаешь законы Республики Беларусь, ну, и тебя там в Интерпол могут отправить в розыск и прочее. Но если ты сейчас должен заявлять об этом, говорить, то вроде как уже полузапрет появляется. И меня интересуют даже не люди, у которых там виды на жительство западных стран, каких-то цивилизованных, а меня вот интересуют люди, у которых паспорта РФ. Потому что Россия же приложила кучу сил для того, чтобы напихать этих паспортов под мамы не горюй. И что теперь с ними будет? Вот мне интересно, будет ли у браков так же активно искать? Ну, ничего там не будет, да. То есть, конечно, их на госслужбу, наверное, не возьмут, хотя я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. А мне кажется, знаешь, как раз... Наоборот будут. Да, нет паспорта российского уже вроде бы. Но там в силе тех изменений, которые обсуждались на этом совещании, было еще положение о том, что, во-первых, гражданство будут принимать в церемонии флага, герба, гимна и всего остального. Ну, это это приняется, да. А во-вторых, они их собираются убрать из закона требования о том, чтобы человек, который принимает белорусское гражданство, вышел из гражданства предыдущей страны проживания. Еще раз. Они это требование введут? Сейчас, наоборот, уберут. То есть, сейчас по закону получается так, что если ты получаешь белорусское гражданство, ты якобы должен подать ходатайство о выходе из гражданства своей страны. А они собираются эту норму убрать. Слушай, хорошо. Вот давай для наших зрителей, опять же, еще один совет дадим или лайфхак. Вот на основании того, что мы сегодня услышали, это важная история, потому что Беларусь, несмотря ни на что, открытая страна, люди едут туда-обратно. Стоит ли признаваться белорусским властям, что у тебя есть ВНЖ какой-нибудь или второй паспорт, на твой взгляд? Ну, я не вижу никакого смысла в этом. Если ты, конечно, не собираешься стать этим государственным служащим. А с другой стороны, если ты собираешься стать государственным служащим и признаешься, то ты уже никогда и не станешь. Поэтому вот совет от Реформбай, от Алексея Жукова, не признавайтесь, посылайте Кубракова нахер. Так, что у нас еще было сегодня? Сегодня прям благодатная тема со всех сторон. Они сейчас... Да, давай посмотрим, что... Ты знаешь, что ты еще расскажи, что они там придумали по поводу вступления в гражданство, а я пока поковарю комментарии. По поводу вступления в гражданство, придумали, чтобы у нас была церемония вступления в гражданство. Не просто выдали паспорт с принесением присяги. Это, наверное, связано с тем, что Александр Лукашенко хочет видеть у себя в стране исключительно законопослушных людей. Под законопослушность у нас понимается только одно. Это поддержка генеральной линии партии и правительства. Будут поднимать гимн, флаг. И еще собираются контролировать знания белорусского или русского языка. Это тоже, кстати говоря, близкая норма к российскому. Мне кажется, что если знают белорусский язык, надо не давать гражданству. Ну, пока... А то потом придется лишать очень скоро. Пока на самом деле в основном принимают белорусское гражданство людей, которые уехали из Украины. И решили сменить Украину на белорусскую. А курдам же не раздали паспорта? Или были там несколько... Нет, там были несколько случаев, были, но это не массовые явления. Или там им просто статус беженцев предоставили? Какая-то была история. Были статусы беженцев и принимали людей из других стран. Но, опять же, это такие единичные случаи. Лукашенко сегодня говорил, что даже из США приезжают жить в Белоруссии и хотят принять белорусское гражданство. О, слушайте, а я слышал... Кстати, если вдруг вы слышали об этой теме, подтвердите или опровергните, что якобы с недавних пор в Минске люди выехали за границу, пытаются продать квартиру свою, и к ним приходят покупатели. Раньше приходили одни граждане Российской Федерации, назовем их так, культурно. А сейчас начали приходить какие-то французы, бельгийцы, какие-то американцы. Может, у нас прям действительно пошел поток, знаешь, вот этих людей, которые просто спать не могут. А сбежали от ковидной тирании. Да, от этой тирании Байдена, понимаешь, кровавого. От российских ценностей, которые не приемлет министра образования. От ЛГБТ. Да, вот от этого всего непотребства сбежали. Вот, и теперь собираются поселиться в ваших квартирах. В страну росы и зайцев. Да, хорошо, что всех айтишников расстреляли. Так, смотри, у нас... Да, и Вожик Патриот у нас на связи, и Свободная Птаха, Дмитрий Хилинский. Добрый день, здравствуйте, все, мы вас видим. Так, ну вот комментарии, смотри. Заявление о том, что... Это Вожик Патриот пишет. Заявление о том, что 30 лет не пускать лишенных гражданцев в Беларусь, это о чем? Где логика? Ну вот мы вроде как это тоже оттоптались. Вычеркнуть, вычеркнуть. Я тоже не понимаю. Ну то есть если суд заочно признает, там типа вот... Ну вот если бы мы берем не Беларусь, берем, а берем условную страну с логикой. Вот в этой стране есть суд, он принимает решение, что вот преступник, мы его признаем преступником, правда не можем дотянуться до него. Что делает система правосудия? Она как бы продолжает искать преступника, да? Он же совершил преступление. А у нас говорят, нет, мы не будем его пускать. Слушай, на самом деле это еще может быть... Вот ты меня ругаешь за формализм, знаешь какая логика еще может быть? Она очень извращенная будет, да? Вот представляешь, например, ну хорошо, кому-нибудь из оппозиционных политиков, там, например, Франку и Вечерку признали так и забанили его на 30 лет. Так. И вот уже Лукашенко умер, в Беларуси демократизация осталась, какая-нибудь там случилась, и собирается Франок вернуться домой. А где-то в базе у пограничников стоит штемпель не пускать. Что-то мне подсказывает, знаешь, что если, не дай бог, случатся демократические изменения, то Франок Вечерка будет ногой открывать ворота закрытой страны и просто, знаешь, так, как-то с бутылкой вискаря вот так вот входить. И все двери будут не уоткрыты. Я прошу прощения, если вдруг Франок задел, потому что это влиятельный оппозиционный лидер теперь. Так, без иронии. Ладно, вот у нас, смотри, свободная птаха нам, видимо, услышала наш лайфхак и приступила уже к написанию комментариев, за которые в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность. Она пишет, цитата, скобка открывается, нельзя верить усатой твари. И скобка закрывается, свободная птаха. Вот вы, скорее всего, за границей пытаетесь лишиться белорусского гражданства, потому что если нет, то давайте будем осторожны. Так, Вожик Патриот пишет, политических дел в стране нет, поэтому и политической амнистии не будет. Ну, логика в этом есть, да, прикрывались многократно о том, что... Ну, хорошо, тогда пусть будет экстремистская амнистия, если мы уже используем эту терминологию. Но они, по большому счету, я могу ошибиться, но, по-моему, многократно и Кубраков, и вот это, и Швед, и как ее... Чуприс. Чуприс упоминали, прям конкретно выделяли категорию граждан, как она... Ну да, то есть выделяли категорию граждан, которые там суждены по... Лица, которые совершили преступления, связанные с экстремизмом. Да, вот как ты сказал. Так, Якуб Бурачок. Амнистуют политичных и за месяц доберут новых у Турмы. Ну, кстати, я тоже сниверсию это читал, да. Это тоже один из вариантов, что, да, что все-таки большое количество заключенных, и нужно, наверное, почистить места, потому что... Просто оттуда вышло людей по уголовным статьям, да, а их места займут экстремисты. У нас же экстремизм, даже в этом чате, прямо аж как... аж дух захватывает. Сколько людей, я бы просто вас всех хоп-хоп-хоп из гражданства. Ладно, так. Свободная птаха пишет. Амнистированный, согласившийся сотрудничать, создает партию, которая предложит транзит на ВНС. Ох! Это очень сложная схема. Это очень сложная схема. Хотя Лукашенко упоминал сегодня, что надо обсудить эту амнистию с представителями конструктивной, или как-то там он там сказал. Он говорил, да? Да, он говорил, нормально. Должно быть широкое всенародное... У нас сейчас теперь все должно происходить через широкое всенародное обсуждение. Вот смотри, некий пользователь по имени Александр Атрошчанкау передает нам привет из Братиславы и мчится к нам. Ну, мчись, Александр, давай быстрее. Пиво само себя не выпьет. Хотя человеку из Братиславы, он сейчас находится в Братиславе, наш коллега, попрекать его невыпитым пивом в Варшаве, по-моему, это грех. Да, в Братиславе неплохо. В Братиславе неплохо. Ладно, что у нас там дальше? Давай мы с этой темой будем завершать. Да, с этим мы заканчиваем. А вот, давай, знаешь что, потопчемся на работе коллег наших. А потом они потопчутся когда-нибудь на тебе. С высока нашего опыта, профессиональные наши уровни. Коллеги, это он на вас торчится. Вы на нем потом оттапкиваетесь. Я к этому отношения не имею. Да, короче, у нас несколько фейлов было за эти дни. Причем довольно эффектные фейлы, которые подготовили белорусские независимые журналисты. И мы, видите, мы ничего не скрываем. Мы всю подноготную вскрываем и обсудим то, как наши коллеги-журналисты неправы. Наверное, многие видели на медиазоне, замечательный, кстати, проект. Было опубликовано интервью или история офицера спецназа, как они подписали, который разгонял митинги, а потом стал волонтером в лагере под Окрестиным. Действительно такая душесчипательная история. Там прикольное, на самом деле, провокационное суждение у этого якобы офицера. Вчера весь день это все обсуждали, в том числе я со своими друзьями, мы с коллегами обсуждали все это. Насколько это правда, можно ли этому верить, где там косяки, где не косяки. Кстати, многие люди, которые не участвовали в массовых беспорядках в августе, за чистую монету это все приняли. Я, на самом деле, был на многих точках, которые описывает этот офицер, якобы офицер спецназа. И у меня немножко другое сложилось впечатление, поэтому я сразу с подозрением отнесся к этой истории. Да, я просто советую, многие перепечатались. Сегодня стало известно, что это все сказки. И медиазона извинилась перед читателями и удалила этот материал. Ну вот так, да, теперь я советую прочитать, на самом деле уже его негде читать, вот в чем история. И там было много каких-то таких, знаешь, конспирологических подробностей, как будто какой-то отряд спецназа, который вообще не имеет названия, который собирался исключительно под специальные цели для того, чтобы, не знаю, какие-то очень секретные задания выполнять. И якобы командир этого отряда вдруг проникся идеями оппозиции, а может быть изначально он был настроен так, перешел на сторону народа, но перешел очень странно. То есть в те дни как раз все ждали, что какое-нибудь нормальное подразделение воинское или милицейское скажет, что мы не согласны выполнять преступные приказы. Это было, ну как бы, ожидали, ну все ждали этого. Несколько случаев было, но вот прямо так, чтобы целое подразделение перешло на сторону народа, этого не было. И тут он говорит, что а я, значит, перешел на сторону народа тем, что стал волонтером в лагере Подокрестина. И вот, да, и он в этом рассказе продвигает идею, что нужно было развивать силовой сценарий, что вот зря остановились, зря вышли с цветами протестовать против насилия, что нужно было типа додавливать. Ну и вот у меня возникло такое, знаешь, как диссонанс такой. То есть с одной стороны ты, чувак, говоришь, надо было продолжать силовые акции, а с другой стороны ты складываешь оружие и уходишь в волонтере. Ну где логика? Ну там не совсем понятно, во-первых, когда он куда-то что сложил и откуда ушел, потому что там хронология немножко в этой истории хромает. Короче, ну да, мы еще раз предупредим, что это придуманная история. То есть журналисты медиазоны уже просто выяснили это, изменились перед своими читателями и теми медиа, которые перепечатали эту историю. Да. Нет, ну разбирать там какие-то нестыковки этого текста не имеет смысла, но меня больше всего поразила его какая-то такая, знаешь, очень нарочитая литературность. Мне кажется, что даже вот несознурная лексика, которая была туда вставлена, она мне не напоминает того, как мог бы рассказывать и делиться своей такой историей действительно офицер спецназа. А я всегда, знаешь, у меня есть такая чуйка профессиональная. Я еще раз повторю, я уже в этих наших эфирах рассказывал. Как только вы чувствуете, что текст или там видео или какой-то фотография вызывает у вас неконтролируемую эмоцию, а проще говоря подрывается пердак, то значит это скорее всего манипуляция. Ну то есть не скорее всего, а в 92% случаев это манипуляция. То есть тогда надо смотреть, как тебя зацепили, что именно триггернуло, попытаться объяснить и попытаться объяснить, ну как бы зачем это делается. Ну вот ты тогда нам объясни, как специалист, кто и почему мог такое запустить. Ой, ну я, насколько понимаю, этот человек находится в Польше сейчас. Я ни в коем случае там не хотел бы, знаешь, дискредитировать его или принижать заслуги волонтерства в лагере под Окрестино, потому что, ну скорее, ну как подтвердили журналисты медиазоны, он действительно там был, помогал людям, которые выходят из заключения. То есть тут вопросов нет. Но иногда бывает, знаешь, под эмоциями, под... возникает иногда на стрессе желание приукрасить то, что с тобой было, для того, чтобы тебе поверили, возможно, там как бы помогли выехать из Беларуси. Ну знаешь, в таком случае, когда ты сам находишься под угрозой, все средства хороши, и я видел людей, которые начинают в такую придуманную историю верить. И потом живут с ней, и как бы, в принципе, надев на себя этот мундир какой-то такой полуправды, вполне себя комфортно чувствуют. И очень некомфортно чувствуют, когда их разоблачают. Поэтому я придумал человек, рассказывает это, хорошая история под пиво, допустим, отлично послушать. Знаешь, мне это одного человека напоминает, который тоже нацепил такой режим полуправды, сосчинил себе историю и до сих пор в нее верит. Какое-то? Это Лукашенко. Зачем ты так? Ну да, человек действительно... Ну зачем ты этого офицера сравниваешь с Лукашенко? Я не сравниваю его, но просто ты вот как бы описал просто один в один. Ну да, на самом деле таких людей много, и это, в принципе, одна из защитных реакций человеческого мозга, организма, на какой-то стресс, на несправедливость мира. Ну да, всякое бывает, но вот если текст так триггерит, ну просто журналистам медиазоны, ну, знаешь, как сам Бог велел, попридержать его, попроверить все источники и не выпускать в эфир такие шляпы. Вот. А вторая история тоже шляпа. И связана она с... Ну, не шляпа, ладно. Не шляпа. Есть у нас в кабинете переходном такой подполковник Сахасчик. И вчера наша Нева опубликовала душераздирающий текст о том, что якобы его уже чуть ли не отравили, что вообще человек при смерти. И вот он, кровавые руки спецслужб торчат, и ноги, и баллончики с новичком. Да, ну как бы все возбудились. Потом, слава Богу, мы, кстати, этого не сделали, а почему, я не понимаю. По-моему, зеркало связалось с Сахасчиком напрямую. Сначала там с сыном вроде говорили, а потом с Сахасчиком напрямую. И он, по большому счету, опровергает. То есть у него действительно какие-то проблемы со здоровьем. Я, насколько понимаю, возможно, это станет причиной того, что Сахасчик не сможет дальше выполнять вот эту функцию, фактически министра обороны переходного кабинета. Ну, с каждым человеком может случиться, особенно при пристальном внимании. То есть человеку немножко подкачало здоровье. Я очень надеюсь, что поправится, и что будет участвовать в этом всем демократическом движении. Но в любом случае, это одна из таких историй, когда на таком хайпе придумывали уже целую... Я думаю, что здесь только нужно пожелать выздоровления и долгих лет жизни. Да, очень надеемся, что все будет хорошо. И надеюсь, что никаких отравлений не было. А хотя, представляешь, а мы такие вот сейчас наговорили эти глупости, а на самом деле было отравление. Все может быть. Все возможно в этой жизни, но... Так, что у нас? Может, давай еще гляну. А ты посмотри пока тему, которую мы планировали обсудить. Мы уже 45 минут в эфире. Якуб Бурачок, как вам лекция на первого вересня? Можно я отвечу? Садись, два. Лекция была, в принципе, ожидаемая. А пересказать ее можно несколькими словами о том, что такой белорусский мир — это младший брат русского мира. Потому что Александр Лукашенко, когда давал свою интерпретацию истории Беларуси, он противопоставил славянскую общность так называемому коллективному Западу. Он договорился там вплоть до того, что благодаря вот на Грюнвальдском поле на целых 500 лет отбили вторжение коллективного Запада против нас славян. Ну так и есть. Сейчас бы разговаривал по-немецки, понимаешь? И все это уходит своими корнями в, наверное, 18-19 год, когда была издана такая многотомная история белорусской государственности. И тогда на пресс-конференции историки, авторы вот этого труда, они выдвинули такую концепцию о том, что белорусы во всех государственных образованиях, в которые входила территория Беларуси, были государствообразующим народом. И тогда это касалось Полоцкого княжества, Великого княжества литовского, и тогда это даже касалось Речи Посполитой. Но Александр Лукашенко сейчас, когда 1 сентября рассказывал вот эту всю концепцию, он четко отделил Речь Посполитой от ВКЛ. То есть ВКЛ, по его мнению, было белорусским государством, которое украли литовцы, а в Речи Посполитой белорусы были таким угнетенным народом. И только воссоединение, так сказать, с другим братским славянским народом спасло и дало возможность для развития и так далее и тому подобное. Все это на самом деле очень похоже на ту концепцию, историю, которую преподавали еще в Советском Союзе, но с таким, скажем, нацдемовским уклоном. Ну, нет, я не историк, я не могу поддерживать профессиональный разговор на такие темы, но все же меня удивило в этом всем, в том, что он наговорил за 4 часа, особенно в отношении истории Беларуси. Следующее. То есть, понимаешь, 18-19 год, это вполне себе понятный концепт, когда Лукашенко пытался оседлать вот этот, знаешь, конька национализма. И он, на самом деле, даже сейчас многократно это повторял. То есть, он тогда, понятно, почему это делал, потому что ему показалось, что оседлая он вот этот национальный фактор, он сможет войти в историю, стать национальным лидером, да, что, возможно, даже в 20-м году пронесет и какая-то часть населения его поддержит действительно. И под это все подгонялось, это же там года, наверное, с 12-го, с 13-го началось. Под это начали писать учебник истории, все там как бы подогнали, что вот у нас практически Александр Лукашенко, как минимум, как великий князь. И там еще этого Скорину, если помнишь, в букваре срисовали с Александром Лукашенко. То есть, все подгоняли под это вот. Я думал, я договорюсь сейчас эту мысль, Я думал, что после 20-го года и после того, как, извините, Александр Лукашенко там на коленках поползал в Сочи, что концепт изменился. Ну да, особенно после того, как российские войска просто, знаешь, вообще не спрашивая, заходили на территорию Украины через Беларусь, что, ну все, вот как бы с этой темой закончили. То есть, он теперь будет плясать от того, что муравьев-вешальник это вообще наш национальный герой, что никакие мы там не белорусы, а как он там западнорусисты предлагает, просто какой-то там, не знаю, неправильные русские. Вот, и на этом остановится. Но нет, вот прямо на этом уроке он меня удивил тем, что он опять вернулся к этой концепции. Но ты обрати внимание, что он эту концепцию модифицировал и у нее четко вписал в геополитическую границу, которая находится к востоку от условного там буга. Нет, он многократно, знаешь, я сейчас не пытаюсь оправдать или найти какую-то подноготную, может быть, знаешь, там, конспирологическую версию, что там политика в Беларуси изменится в ближайшее время, либо еще что-то произойдет, либо будет разрыв с Россией, конечно, этого не будет. Но я хочу подчеркнуть вот эту его концепцию, что Беларусь угрожали как с запада, так и с востока. И он ее многократно повторил, что нас разорвут из запада, из востока, на части, и как бы уничтожат государство. Но мне все-таки кажется, что вот все вот это, то, что он говорил, это каким-то образом согласовано в рамках геополитического противостояния. Потому что у него шла мысль о том, что мы должны держаться Россией. Мы должны держаться Россией. Это вот наше славянское, белорусско-русско-украинское братство, которое все время хотят уничтожить коварный запад. Ну, видишь, мне кажется, что он поверил в то, что он может как факир, или как они там называются, не факиры, которые кобру... Заклинатель. Как заклинатель змеи, что он этой болтовней пятичасовой с Путиным может его болтать на то, что он как бы отстанет от Беларуси. Ну, не отстанет, чувак, не отстанет. Он показал, что он готов пол-Украины уничтожить в прямом смысле. То есть просто вырезать пол-Украины для того, чтобы какое-то свое видение мира реализовать. Что он сделает с Беларусью? И, да, кстати, для меня вот тут вот эта концепция истории, которую он изложил, в которой такой есть выраженный такой национальный сегмент, национальная составляющая, мне почему-то напоминает историю 30-х годов Советского Союза. Когда в Беларуси был институт белорусской культуры, когда вот эта вот была волна такого советского, в 20-е годы, да, белоруссизация и так далее и тому подобное. И как это все закончилось репрессиями в 30-е годы Сталинские? Ну, смотри, да, я вообще-то уже потерял мысль о чем-то. Тут же вопрос в том, насколько Москва разрешает ему в рамках существующего вот этого геополитического союза, дает право на такое национальное существование. Вот эти репрессии, которые стартанули практически, наверное, с конца 20-го года очень интенсивно, да, а может быть даже еще с весны 21-го, когда Патрушев приехал, когда там он потребовал зачистить гражданское общество и так далее. То есть это все делалось в угоду русским прям на показ, вот прям смотрите, как мы можем, да, и причем делали это люди, на которых, я просто уверен, что на них показали в Кремле, вот типа пускай занимается швед генпрокуратурой, пускай там Карпенков будет заниматься репрессиями в МВД, пускай там это, то есть они просто назначили людей, а там в генштабе людей просто из Кремля назначили. Получается, что это как раз тот самый период, очень похожий на 1937 год, когда там советская власть просто уничтожила все, что выросло за последние 10 лет, ну словно там с 20-х годов, да, то есть вот мы сейчас как раз в этом периоде живем, вот что я хочу сказать. Не знаю, зачем я это разогнал так, ну ладно. Вот вы нас как-то триггернули этим вопросом про первое сентября, мы не хотели вообще эту тему касаться. А кстати, как ты думаешь, заготовленные вопросы были с детьми? Мне кажется, что, во-первых, не просто так их туда отбирали, во-вторых, мне кажется, что вопросы, в принципе, не то, чтобы были заготовлены, но какой-то общий сценарий был. И может быть там не все пошло не совсем так, как было по сценарию, но мне кажется, что на самом деле эта шероховатость, она как бы наоборот была призвана придать реалистичность, потому что все-таки все, что там прозвучало, оно не выбивалось, на мой взгляд, из общей линии. Я тебе хочу сказать, что у меня точно такое же было впечатление от митинга, мы уже тут в эфире рассказывали, от митинга 16 августа, по-моему, 16 августа Лукашенко собирал митинг, и сам этот митинг был точно так же построен, типа с этими шероховатостями, с какими-то типа на очень тоненькую альтернативным мнением, как будто люди сами выходят, хотя там я стоял, пришел зачем-то оценить, что происходит, там стояли, мягко говоря, ребята с наушниками, так плотно, что там, не знаю, вздохнуть лишний раз нельзя было, или очки поправить. Поэтому, честно говоря, не очень я верю в такую непосредственность ребят, вернее, не в непосредственность ребят, а в том, что, зная, какой вопрос может задать примерно, или там подсказав человеку, какой вопрос можно задать, можно срежиссировать сам этот спектакль. Ну, и опять же, Лукашенко, да, сидит и общается с ними, он может задавать вопросы и руководить этим процессом. Ладно, все, с этой темой мы давай съезжаем. Свободный аптек, нам пишут лайки, не нам даже пишут, а нашим замечательным зрителям, лайки не забываем, да, пожалуйста, подпишитесь, если вы не подписались, поставьте лайк, мы все никак не можем догнать тысячу, чтобы нам включили монетизацию, там вроде будет проще потом. Ой, еще тут провокационные вопросы, ну, я не знаю. Давай мы, может быть, какие-то еще наши заготовленные темы обсудим, а то у нас не хватит времени. Что у нас там, Алексей, еще было? У нас, по большому счету, остается уже только что-то, что идет под грифом не совсем серьезно. Не совсем серьезно. А до этого мы прямо, знаешь, охренеть серьезные темы обсудили. Да. Вот, Свободная Птаха написала, я не хотел зачитывать этот вопрос. А как вам заявление, что Польша нам репарации должна выплатить? Это ты хотел Гигина обсудить, а я не хочу обсуждать. Я, на самом деле, его тоже не хотел обсуждать. Гигин — это не человек, это функция. Вот это тот самый персонаж, который одобрен, условно говоря, в Кремле и многократно замечен в том, что он просто использует методичку. То есть ему как бы подкидывает методичку, он довольно быстро понимает, как ее расширить. Я бы просто честно сказал, что вот эта вот фраза про репарации, его заявление, она прозвучала не на каком-то там совещании у Лукашенко, не на каком-то хурале. Это был вот эфир на Альфа-радио примерно такой же, как у нас. То есть тогда... Это Белта вытянула потом? Нет, это вытянула наша Нива, по-моему, или Зеркало. Вот как многократно тоже с коллегами это обсуждали, есть, условно говоря, статусные персонажи. Ну вот Лукашенко, там, не знаю, Швед, Головченко. От их слов хотя бы что-то зависит, да? Или от того, что они говорят, они немножко хотя бы отвечают за то, что говорят. Словом говоря, если ты сказал Швед, что будет там 8,5 тысяч людей по амнистии, то он как бы владеет фактурой. А Гиген это вообще ничто, это просто пустое место. Вот человек функции, он корчит из себя этого западно-русиста, потому что понимает, что можно сделать карьеру, когда Россия атакует соседние страны. Вот он выполняет эту роль. То же самое, какой-нибудь Гайдукевич, кто там, Шпаковский, Дермонты. Их мнение ничего не значит, поэтому трансляция таких мнений, на мой взгляд, просто поручна. Вот, это у меня наболело, видите, я как зацепился, спровоцировали меня. Ладно, я хотел обсудить, хотел рассказать историю про белорусских пограничников, которых украинский журналист, я, кстати, фамилию не записал, обвинил в мародерстве. Может быть, вы видели, на днях был видеоролик опубликован. Красивая такая узенькая дорожка, где-то там, видимо, впереди граница. Да, стоит одинокая фура. Несколько фур стоят. Но она прямо такая одинокая. Видимо, водителей нет, потому что там уже ее объезжают. И подъезжает буханка с белорусских пограничников. Это такой микроавтобус. Да, микроавтобус называется. Наверное, да. Но про буханку-то сложно сказать, что это микроавтобус. Буханка. Ну, УАЗик. УАЗик, да. И, значит, оттуда выскакивает такой явно довольный собой пограничник. Как-то вот он так приплясывая подбегает к грузовику. Тырит там, как оказался, огнетушитель. И такой же довольный с этим огнетушителем забегает обратно в буханку. Они куда-то уезжают. И это все сняли, я так понимаю, украинские пограничники, которые... С дрона, да. С дрона, да. И слили это все украинскому журналисту, который обвинил, опять же, этих наших пограничников, мародерств. Выглядело действительно довольно мерзковато. Ну, в смысле... Ну, понимаешь, как бы изначально обвинение в таком уже прямо мародерстве, да, оно выглядело на телом, потому что оно не видно было на видео, чтобы они там вытаскивали какие-то товары, грузили в какую-то машину. Что-то стырили. Что-то забрали и уехали, да. И непонятно, что на самом деле происходит. Потому что там, знаешь, самое главное, там даже не то, что понятно, что какую-то небольшую вещь стырил этот пограничник, а то, как он себя вел. Вот прямо гопники, реально гопники. Такие, пам-пам, я еще подумал, что они пьяные. Такие пам-пам-пам-пам-пам. Но оказалось, что все не так. Да, ну, конечно, оказалось все не так. Вообще, ни слова правды. Ни слова правды. Мы уже с Шуриком обсуждали, что у нас кумиры, или в топе наших любимцев пресс-служб, ведомств, находятся пресс-службы погранкомитета. Потому что они просто уже все, они нюхают клей. Слушай, мне кажется, что на самом деле не они такие, жизнь такая. Ну, конечно, жизнь такая. Особенно, когда столько клея вокруг, да? И ты как бы нюхаешь этот клей, и потом вынужден придумывать всякие инфоповоды или опровергать. Ну, когда тебе приходится делать какие-то нелесоприятные вещи, а потом, ну, что остается, говорит только, что это не я, это другие, это они. Ну, короче, пресс-служба погранкомитета гневно все опровергла. Сказала, что благородные белорусские пограничники очень хотели потушить пожар, потому что горела трава, понимаешь, Леша? Горела трава. И поэтому ты должен сделать вообще для того, чтобы она потухла, все что угодно, вот как бы костьми лечь и потушить. Поэтому ничего страшного, что человек позаимствовал огнетушителю, понимаешь, и так не бедного дальнобойщика, ничего страшного. Нет, но там на самом деле машины, я так понимаю, что они брошенные, потому что это машины украинские, которые не успели выехать в Украину, когда Украина уже закрыла границу. Ну, конечно. Они там просто стоят. Я не уверен, что именно так все, как ты объясняешь, потому что там была очередь. Так вот, они там несколько и стоят до сих пор. Ну, короче, смысл не в этом. Смысл же стоит в том, что когда Госпогранкомитет опровергает обвинение в каком-то там мародерстве или в том, что там что-то забрали с этих машин, и говорит, что мы взяли на самом деле просто огнетушители, чтобы потушить вот это вот сено, солому или что там у них загорелось. Оно там действительно горело, они видео показали. Но мне кажется, что если вы были вынуждены действительно позаимствовать, то логично было бы дальше шагом показать, как вы купили эти огнетушители, взяли со склада пограничного комитета, завезли, обратно поставили вот этот грузовик. Что вот да, мы действительно были вынуждены это взять для того, чтобы там справиться с пожаром. Я жду следующую историю, знаешь, как пограничник так же благородно проникает в кабину грузовика, оттуда достает, допустим, такую пачку баксов, а потом пресс-служба Госпогранкомитета белорусского рассказывает, что он это взял для того, чтобы купюрами между двух веточек засунуть и вытащить лапку синички. Вот примерно так я себе представляю. Потому что они такие, знаешь, они гладкие, там такие, и очень удобно доставать лапку синички, которая застряла между веточками. Еще в газонокосилке солярка может закончиться. Да. А еще, допустим, ну не знаю что, ладно, хорошо. Как бы там ни было, но оправдание несколько странное, мне кажется. Словодная Птаха, спасибо, что вы вообще весь эфир провели с нами. Написала, что сценка насмешила, кино сняли Оскар им. Да. За огнетушителем поехали задолго до горения кустов. Не знаю, не знаю. Может быть, а потом знаешь, может быть, они действительно, слушай, это же монтаж, все можно сделать. Потом уже, когда заметили, что их с дрона сняли, подпалили траву. Ты уже начинаешь разводить конспирологию. Ну да, это мое любимое дело. Ладно, хорошо. Мы ровненько часик отрубили в эфире, поэтому будем с вами прощаться. Это была программа «Саша, что ты несешь?». Мы были в прямом эфире, еще раз повторю. Эфир провел я, Федор Павличенко, и мой коллега… Алексей Жуков. Мы редакция «Реформ.Бай». Увидимся в четверг в 19.30 по Минску. Вот в этой же студии. И у вас будет настоящий «Саша». Ну, я не уверен. Я не уверен. В любом случае, Александру привет. Да, и мы хотим еще раз напомнить, что мы снимаем эти видео в Центре Белорусской Солидарности в Варшаве. Спасибо им за то, что помогает нам с этим. Все. До свидания. До свидания. До свидания.